Михаил Салтыков-Щедрин. Вяленая вобла. Воблу поймали, вычистили внутренности, только молоки да приплоду оставили и вывесили на веревочке на солнце. Пускай провялится, повесело вобла денек-другой, а на третьей у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился. Дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать. Как это хорошо, говорила вяленая вобла, что со мной эту процедуру проделали. Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести, ничего такого не будет. Все у меня лишнее выветрили, вычислили и вывели. И буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести. Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства, об этом, еще живучи на воле, вобла слышала и никогда признаться не завидовала тем, которые такими излишками обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за лишним не гналась, в империях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышат, что пискари об конституциях там болтают, сейчас налево кругом и под лопух схоронятся, однако же и за всем тем не без страха жила, потому что не ровен час вдруг мудренное нынче время, думала она, такое мудренно, что и невинный за виноватого как раз сойдет-то, начнут это шарить, а ты около где-нибудь да спряталась, ан, и около пошарят, где была, по какому случаю, таким манером, господи, спаси и помилуй, стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили, и все мысли и чувства у ней выхолостили. Теперь милости просим, торжествовала она, когда угодно и кто угодно, приходи. Теперь у меня все доказательства налицо, что именно разумела вяленая вобла под названием лишних мыслей и чувств неизвестно, но что действительно на наших глазах много лишнего завелось, с этими я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни обернись, везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надо бы на этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется по-старинному прямиком пройти. Ан пряник буреломом завалила, промоинами исковеркала. Ну и ступай за семь верст, киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость уже сознает. А какое для начальства от того отягощение? Это не в сказке сказать, не пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые. Да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде-то у чиновника-то чугунная поясница была, как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех, все служит. А нынче придет он в час, уж позавтракавши, в час папироску покурит, в час куплеты напевает. А остальное время, так, около столов колобродит и тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать. Посмотрите, какой курьез. За другое возьмется. Глядите, ведь это отдай все. Да и мало. Наберет курьезов с три короба. Да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить? Да ежели я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана. Так и тогда от нескромности не уйти. Спрашивается, с кем же тут начальству подняться? У всех есть пособники, а у него нет. У всех есть укрыватели, а у него нет. Как тут остановить наплыв лишнего партикуляра на мире? Когда сноси собственной цитодели, куда ни вскинь глазами. Везде лишнее, да не подлежащее, так и хлещить через край. Трудно. Ах, как трудно среди этой массы привесков-то жить. Приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил. А оказывается, это шарил около. Бесполезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел. Много их невиноватых этих. Сегодня он не виноват. Да, а завтра кто его знает? Да вот в чем настоящая беда? Подлинного-то виноватого все-таки нет. Стало быть, и опять нащупывать надо. И опять мимо. В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные, партикулярные люди, те, которые сальных свечей не едят, и стеклом не утираются, и те стали в тупик. И так как на ежа голым телом никому не охота садиться, то всякий и вопиет. Господи, пронеси. Нет. Как хотите. А надо когда-нибудь эти привески счесть. Да и присмотреться к ним. Узнать. Откуда они пришли, зачем, куда пролезть хотят. Не все же нахалом вперед лезут, а? Иное, что и полезное сыщется. Очень, впрочем, возможно, что в обли эти вопросы и на ум вовсе и не приходили. Нет. Однако, повторяю, и она вместе с прочими чувствовала, что или от привесков, или по поводу привесков, ей всяческий мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько так провялила и выветрила, когда она убедилась, что внутри у ней ничего, кроме молок, не осталось, только тогда она ободрилась и сказала себе, ну, теперь мне на все наплевать. И точно, теперь она даже против прежнего сделалась солиднее, благонадежнее, мысли у ней резонные, чувства никого не задевающие, совести на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет, она оглянется. Коля есть посторонняя, сунет нищему в руку грошек. Коля нет никого, кивнет головой. Бог подаст. Встретится с кем-нибудь, непременно в разговор вступит. Откровенное мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь, людей насмешишь и так далее. А всего больше о том, что уши выше лба не растут. Ах, воблушка, как ты скучно на бабах разводишь. Точно тебя точнит, воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких. И всем скучно сначала, стыдливо ответит воблушка. Сначала скучно, а потом, хорошо, вот как поживешь на свете, да пошарят около тебя вдоволь, тогда и воблушке вспомнишь, скажешь, спасибо, что уму разума учила. Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума разума и слыхом не слыхать. А есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят, как сонные, ни к чему не приступятся, не умеют, ничему не радуются, ничем не печалятся. И вдруг в ушах раздается успокоительно соблазнительный шепот. Потихоньку, да полигонику, двух смертей не бывает, одной не миновать. Это она. Это воблушка шепчет. Спасибо тебе, воблушка. Правду ты молвила. Двух смертей не бывает, а одна из кони за плечами ходит. Не явись на выручку воблушка, одно бы осталось пропасть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники, да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет. Вот уж там-то все шито да крыто. Там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать. Есть захотелось? Ешь! Спать вздумалась? Ой, спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив только и всего. И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя. Все будете счастливы. Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте, и нашаривать около вас ни для чего. Потому что везде путь торный, и все двери настижь. Вперед без страха и сомнения, или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место. И откуда у тебя в облышко такая ума палаты? Спрашивают ее благодарные пискари, которые по милости ее советов неискалеченными остались. От рождения Бог меня разумом наградил, скромно отвечает в облышко. А сверх того, и во время веления мозг у меня в голове выветрился. С тех пор и начала я умом раскидывать. И действительно, покуда наивные люди в империях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, в облышко только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакие человеконенавистнические мысли, никакие змеиные передовые статьи не действуют. Так воспитательно, так действует скромный в облышке пример. Уши выше лба не растут. Ведь это то же самое, о чем древние римляне говорили. Только более нам ко двору. Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше. Но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлинна, а другая налгана. А главное конца края не увидать. Слушаешь или читаешь и все думаешь ловко-то, ловко, да что же дальше? А дальше опять клевета, опять яд. Вот это то и смущает. То ли дело скромное в облужке на резонность. Ты никого не тронь и тебя никто не тронет. Ведь это целая поэма. Тускленько, правда. Это пресловутая резонность. Но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает. Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит. И когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски, вот тогда-то и выступает в облужко своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стенке, говорит, вот сколько каракуль там написано. Всю жизнь разбирай, всего не разберешь. Смотри на эти каракули и, ежели есть охота, доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучно. И заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вечных потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще и лучше верь на слово, что суть этих каракуля может быть выражена в немногих словах. Выше лба уши не растут. И затем и живи. все это отлично поняла вяленая вобла. Или лучше сказать не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс веления, сквозь который она прошла, а впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применения. Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала. Слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что по обстоятельствам лучше и не надо. Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне, да на округлении периодов настаивала. Главное твердило нас, чтобы никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили как пьяные. И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то в облышко резонно утверждало, что без этого никак следы замести нельзя. на свете существует множество всяких слов, но самое опасное из них это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из них изъяны выглядывают, а ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить и кружи и кружи и с одной стороны загляни и с другой забеги умей к сожалению сознаться и в то же время не ослабеваючи уповай сошлись на дух времени но не упускай из вида и разну страстей тогда изъяны стушуются сами собой а останется одна в облужкина правда так вожделенная правда которая помогает нынешний день пережить а об завтрашнем не загадывать забралась вяленая в обла в ряды излюбленных и тут службу сослужила поначалу излюбленные довольно таки гордо себя повели мы ста да вы ста повергнуть наши умные мысли к стопам только из слов а в облашко сидит себе скромненько в углу и думает про себя моя речь еще впереди и действительно раз повергли в другой повергли в третий опять было повергнуть собрались до концов с концами свести не могут один кричит мало другой перекрикивает много а третий прямо бонд объявляет едем братцы прямо так вас и пустили вот тут то в облышко и оказало себя выждала минутку когда у себя в горле то пересохло и говорит повергать говорит мы тогда можем коли нас спрашивают а ежели нас не спрашивают то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание как так почему а потому говорит что так истории заведено коли спрашивают повергай а не спрашивают сиди пометуй что выше лба уши не растут и вдруг от этих простых слов у всех словно пелена с глаз упала и стали излюбленные люди хвалить в облышку и девиться ее уму разуму откуда у тебя такая ума палата взялась обступили ее со всех сторон ведь кабы не ты мы наверное бы с макаром телят негоняющим познакомились а в облышко скромно радовалась своему подвигу и объясняла оттого я так умна что своевременно меня провялили с тех пор меня точно свет осиял ни лишних чувств ни лишних мыслей ни лишней совести ничего во мне нет об одном сейчас на и себе и другим твержу не растут уши выше лба не растут правильно согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили коле спрашивают повергать а не спрашивают сидеть и получать присвоенное содержание каково правило соблюдается и до ныне пробовала вяленая вобла и заблуждение человеческие судить и тоже хорошо у ней вышло тут она наглядным образом доказала что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь то лишняя совесть и тем паче не ко двору лишняя совесть наполняет сердца робостью останавливает руку которая готова камень бросить шепчет судье проверь самого себя а ежели у кого совесть вместе с прочей требухой изнутра вычистили у того робости и в заводе нет а зато камней полна пазуха смотрит себе вяленая вобла не сморгнувши на заблуждение человеческие и зная себе камешками пошвыривает каждое заблуждение у ей под номером значится и против каждого камешек припасен тоже под номером остается только нелицеприятную бухгалтерию вести око за око номер за номер ежели следует искалечить полностью полностью искалечь сам виноват ежели следует искалечить частности искалечь частицу вперед наука и так она этой своей резонностью всем понравилось что скоро под совесть никто ее вспомнить без смеха и не мог но больше всего была богата последствиями добровольческая в облужке на деятельность по распространению здравых мыслей в обществе с утра в облужке распространение распространения здравых мыслей без того нельзя чтоб кто-нибудь паскудой не обругал вяленая вобла впрочем не смущалась этими напутствиями она не без основания говорила себе пускай сначала голосу моему привыкнут а затем я своего добьюсь надо сказать правду общество которому обращались по учению в облы не представляло особой устойчивости были в нем и убежденные люди но более преобладал пестрый человек это положим и везде так бывает но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки а тут они коротенькие извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставь извольте добиться чтобы они усвоили себе представление о своем праве на жизнь да не машинально только усвоили а с тем чтобы в случае надобности и защитить это право умели утвердительно можно сказать что эта задача мучительная а между тем сколько во имя ее погубляется жизни сколько проливается поту и крови сколько передумывается скорбных и тяжелых дум и ежели в результате этих усилий блеснет одна единственная минута радости вдобавок мнимой то это уже награда которая считается достаточную чтобы оправдать целые годы последующих отрав а кроме того и время стояло смутное неверное жестокое убежденные люди надрывались мучились метались вопрошали и вместо ответа видели перед собою запертую дверь пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе чем пахнет пахло нехорошо ощущалось присутствие железного кольца которое с каждым днем все больше и больше стягивалось кто-то нас выручит кто-то подходящее слово скажет ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады радехоньки когда в ушах их раздавались отрезляющие звуки наступает короткий период задумчивости пестрые люди уже решились но еще стыдятся затем пестрая масса начинает мало-помало волноваться больше больше и вдруг вопль не растут уши выше лба не растут обществе отрезвилось это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей лишних чувств лишней совести до такой степени умилительно что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают они вынуждены сознаться что простая вобла с провяренными молоками и выветренными мозгами совершила такие чудеса консерватизма о которых они и гадать не смели одно утешает их что эти подвиги и подьян воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей если бы они не вызывали к посредничеству ежовых рукавиц если бы не угрожали согнытием в бараний рог могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно возродительную пропаганду не заклевали ли бы ее не насмеялись любви над ней и наконец не перспектива ли скорпионов и ран ежеминутно ими клеветниками показываемая повлияла на решение пестрых людей некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку хвалить хвалили но камень за пазухой все-таки приберегали прекрасно говорили они мы с удовольствием допускаем что общество отрезвилось что химера упразднена а на место ее вступила в свои права здоровая неподкрашенная жизнь но надолго ли но прочно ли наше отрезвение вот вопрос в этом смысле мирный характер который ознаменовал процесс нашего возрождения наводит на очень серьезные мысли до сих пор мы знали что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов а тут вдруг нежданно негаданно благодаря авторитетным пословицам положим благонамеренной и освещенной вековым опытом но все-таки не более как пословицы является радикальное и повсеместное отрезвление полно так ли искренне ли составляющие на наших глазах обращения не представляется ли оно искусственного компромисса и нет ли в самых приемах этих которыми сопровождалось возрождение признаков того легковесного либерализма который избегая такие испытанные средства как ежовые рукавицы мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару не забывается ли при этом слишком легко что общество наше есть не что иное как разношерстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веяний наслоений и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда когда разнообразные элементы его составляющие предварительно приведены к одному знаменателю как бы там ни было но настоящий здоровый тон был найден сперва его в салонах усвоили потом он в трактиры проник потом дамочки радовались и говорили теперь у нас балы начнутся гостинодворцы развертывали материи и ожидали оживления промышленности оставалось одно отыскать настоящее здоровое дело которому можно было бы здоровый тон применить однако тут совершилось нечто необыкновенное оказалось что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы а об деле так мало думали что никто даже по имени не мог его назвать все говорят охотно надо дело делать но какое не знают а вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает не растут уши выше лба не растут помилуй воблышко да ведь это только тон а не дело возражают ей дело-то какое нам предстоит скажи но она заладила одно и ни пяди уступить не согласна так ни от кого насчет дела ничего и не узнали но кроме того тут же сбоку выскочил и другой вопрос а что если настоящее дело наконец и откроется кто же его делать то будет вы Иван Иванович будете дело делать где мне Иван Никифорович моя изба с краю вот разве вы что вы что вы да разве я об двух головах ведь и батюшка не забыл и таким образом все у одного изба с краю другой не об двух головах третий там чего-то не забыл все глядят как бы в подворотню проскочить а у всех сердца не на месте и руки как плети уши выше лба не растут хорошо это сказано сильно а дальше что на стене каракули читать положим и это хорошо а дальше что не шевельнуться не пикнуть носа не сувать не рассуждать прекрасно это а дальше что и чем старательные выводились логические последствия вытекающие из воблышкиной доктрины тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос а дальше что ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники само по себе взятое говорили и писали они учение известное под именем доктрины вяленой воблы не только не заслуживает порицания но даже может быть названо вполне благонадежным но дело не в доктрине и ее положениях а в тех приемах которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы с самого начала предостерегали тех кому ведать о сем надлежит приемы эти были положительно негодны как это уже и оказалось теперь они носили на себе клеймо того же паскудного либерального настроения которое уже столько раз приводило нас до краю бездны так что ежели мы еще не находимся на дне оной то именно только благодаря здравому смыслу исконне лежавшему в основании нашей жизни пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу пусть подскажет он всем серьезно понимающим интересы своего отечества что единственный целесообразный прием при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату представляют ежовые рукавицы об этом напоминают нам предание прошлого и о том же свидетельствует смута настоящего этой смуты не было бы и в помине если бы наши предостережения были своевременно выслушаны повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по латыни что в русском переводе выражение это звучит не зевай таким образом оказалось что хоть и провялили воблу и внутренности у нее вычистили и мозг выветрили а все-таки в конце концов ей пришлось распоясываться и с торжествующей она превратилась в заподозренную и с благонамеренной в либералку и в либералку тем более опасную чем благонадежнее была мысль составляющая основание ее пропаганды и вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние один из самых рьяных клеветников охватил вяленую воблу под жабры откусил у нее голову содрал шкуры и у всех на виду слопал пестрые люди смотрели на это зрелище плескали руками и вопили да здравствуют ежовые рукавицы но история взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем годиков через сто я непременно все это тисну неслыханное